Вчера в городском дворце культуры состоялся концерт, посвященный Дню инвалидов. Выступление ансамбля «Виктория» вызвало шквал аплодисментов благодарных зрителей. Поэтому вызывает недоумение очень редкое появление уникального ансамбля на городских концертных площадках. Почему так происходит? Нам пояснила руководитель фонда «Будущее детям» Наталья Бриус, стоявшая у истоков создания коллектива. С 2014 года, 2015 год, мы заметили очень сниженное внимание со стороны отдела культуры на коллектив «Виктория». Коллектив «Виктория» остается в стороне. Он не задействован ни в одних городских мероприятиях. Конечно, это очень обидно. Чиновники свое решение поясняют отсутствием интереса со стороны зрителей, что противоречит действительности. Знаете, я хочу сказать про ансамбль «Виктория». Мне лично было его мало. Абсолютно мало. Да, ребята, ну, надо было поставить «Викторию» больше. Разумеется, ансамблю «Виктория» и всем, кто ему помогает, постоянно приходится решать какие-то проблемы. Однако нет ничего тяжелее борьбы с равнодушием чиновников. В прошлом году коллектив отметил первый юбилей – пятилетие со дня основания. Юбилей этого коллектива в городе прошел очень позитивно. Ребятам вручили благодарственное письмо от главы города, вручили сертификат на 30 тысяч рублей для дальнейшего их развития. И получение можно будет обуви, приобретение костюмов и всего того, чего необходимо сейчас для этого коллектива. Сертификат на 30 тысяч рублей торжественно вручила городская администрация, но обналичить его не торопится. В течение всего года поясняют, что денег нет. Получается, на юбилей уникальному коллективу подарили яркую бумажку. Однако Наталья Бриус не хочет верить, что их обманули. Я думаю, что это все поправимо, что все вопросы мы можем решить, потому что в течение года, я думаю, что ребята уже показали, что они имеют весомость в нашем городе, в нашей области и даже в нашей стране. Поэтому я прошу, чтобы наши руководители культуры этот вопрос решили именно в рамках декады инвалидов. Я на это надеюсь. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо